Наследие Лидии Яковлевнышко-Тимошенко, Артёма Карапусова. Добрый день, спасибо, что пригласили меня на прекрасную выставку. Здесь я хочу пару слов сказать. Все время видишь по-новому эти работы, потому что я уже много-много раз видел. И хочу отметить вот в этот раз то, что до сих пор не говорил. Конечно, это богатый материал для художников, которые здесь живут. Все выставки, которые приезжают из Москвы, это для вас, для того, чтобы люди учились. И не який, но прекрасный для этого материал. Можно отметить здесь две очень важные черты, которые мы видим в этих двух совершенно принципиально разных художественных подходах к одному и тому же произведению. В принципе, их разделяет всего пять лет. Но какие пять лет? Это стабилизм и ионтики. И это очень-очень заметно. Эти два подхода, они вообще диаметрально разные. Это редчайшая вещь монохромная жирность. В жанре монохромной жирности никто не работает. На прошлой выставке у меня даже набросился издатель цветовик, который это все редактировал и сказал, что это выделение оливы. Нет, это не выделение оливы. Это настоящая жирность персонажа, которая сделана очень-очень тонко, на очень тонких градациях. Это важно. И к тому же здесь классическая многофигурная композиция, которую мы все изучаем и любим. Это классические 50-е годы. А вот следующий этап – это классические 60-е годы. Всего пять лет. И я бы вот что хотел отметить. В такой очереди сдержанной манере была практически иллюдиятельная работа в литографии, как в ксилографии. То есть это как гравюра на доске. Здесь два важных приема. Первый – это блестящий кистевой рисунок, безошибочный. Совершенно надо учиться. Это, конечно, техника близка японцам. И второе – это очень точный подбор второго колера. Второй – если первый черный, то второй, смотрите, это всегда цвет, который создает настроение. Вот мы говорим, что цвет – это настроение с полкомаркой. Вот, который работал несколькими цветами, и все поняли, что цвет – это очень важный для жизни. Вот здесь, на самом деле, при том, что все рисование – это черное-белое, второй цвет, конечно, белый, а третий, главный, который делают настроение, это тот колер, который делает сама Милия. Поэтому я знаю, что очень важно, что Нина ездила при издании и корректировала цвет при печати. А здесь мы видим подлинники. И подлинники, конечно, нам очень важны, потому что вот так тонко смешивать краски должен и может, и обязан художник. Вот это хотелось бы, чтобы поняли художники, которые здесь живут, приходили, учились, и вот этим напитывались. Конечно, нам в заключение хочу поздравить потрясающий музей. Я все немножко пробежался, это образец, вот той самой замечательной вот школы экспонирования, я бы не могу сказать, советской, которую еще вот здесь можно заставить. Я бы даже оставил это как вот этот образец, очень-очень хорошей, грамотной музейной экспозиции. И так случилось, что мы в Обнинске еще работаем как художники, в отеле «Империал» стоят наши работы, мои, Нины, другие художники. Мне очень приятно, что мы вот так вот продолжаем эти традиции, что и «Илидия» написала, но и наши работы тут тоже выставлены. Большое вам спасибо за эту прекрасную камерную выставку. Сделано очень хорошо, экспозиция очень-очень хорошая. Правильно совершенно разделили и пространство разместили. Друг нам вроде друг друга работает. Вот, и думаю, что московским экспозиционерам следует поучиться в Обнинске. Спасибо вам большое. А сейчас я прошу всех гостей проследовать за мной. Спасибо.